Привет всем! Добро пожаловать в еще одно интересное видео. Меня зовут Матхиус, из Африки. И сегодня я на улице Владвостока. И я спросил русских, как они знают Якутию, и что они думают об этом. Колодно там, дружище, вот холодно, реально. И, ну, когда вы встречаете по пути, у вас, ну, какие первые мысли? Не знаю, не хочу туда. Золото, золото мыть. И, ну, вы хотели бы туда переехать жить? Да боже упаси! Нет. Никак. Ну, ну, а зимой, как вы думаете, что люди, они, ну, чем они занимаются? Я никогда не вникала, поэтому не интересовалась и не знаю. Мы о ленях катаются. Не знаю. А что там еще делать? Работы, как таковой, там по-любому нету. Как там жить вообще в Якутии? Я был в Амиконе. Это тоже там, там еще холоднее. Это тоже части Якутии. Ой. Я тебе говорю, вспоминать не хочу. А не говоря о том же, чтобы туда ездить, отдыхать. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Матюс. Меня зовут Виктор. А ты знаешь Якутию? Да, я знаю Якутию. Это... Там холодно, там... Я знаю оттуда пару классных людей. Оттуда рэпера Луан. Оттуда классный баскетболист, тридболист Миша Гюнтер. У меня есть один товарищ Вася Владимиров тоже оттуда. Там классные люди. Там холодно, но там круто. Какие у вас первые мысли, когда вы встречаетесь? Ну, когда я слышу про Якутию, я думаю, что... Я вспоминаю, наверное, про холод. Сразу думаю, что это типа север, там холодно. И почему-то я сразу думаю про рэп и баскетбол. Потому что я знаю, ну, лично Ливана Герози, рэпера Луана. И Михаила Гюнтера, баскетболиста. У меня почему-то Якутия ассоциируется с холодом, рэпом и баскетболом. А вы хотели бы туда переехать или жить? Ну, переехать, не знаю, сомневаюсь. Мне очень нравится в Владивостоке жить, я тут всю жизнь живу. Но я бы съездил в Якутию посмотреть, как, что там происходит. Очень интересно посмотреть, ну, что там, что там, как люди живут. Спасибо большое. Привет, ребята. Привет, привет. А вы знаете Якутию? Я нет, только понаслышке. Там алмазов много. А когда вы слышите про Якутию, какое первые мысли у вас есть? Ну, холодно, большая площадь. Метель, пруга. Население особое. Такое, в суровых, выживает в суровых сильнейших. И вы хотели туда переехать? Жить? Да. Ну, не знаю, как вариант, я бы попробовал. Я, ну, во многих городах был. Мне везде в новых местах нравится. Не, 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 нет. Холоду нет, слишком холодно. Вечная мерзлота, и там не промерзают эти слои. Это прям, не знаю. Нет, один месяц в году, да, это прям жарко. Можно это. Покупаться в реке, а так это вечная мерзлота. Нет, слишком холодно. Мне, пожалуйста, где тепло, где пальмы. А как вы думаете, чем люди занимаются зимой? Даже не представляю. Ну, наверное, какой-то отдых активный. Типа санки, лыжи, снегоходы. Привет, ребята. Привет. Вы знаете Якутию? Да, мы знаем. Когда вы встречаетесь в Якутию, какой у вас первая мысль? Ну, снег, холод. Холод, зима. Морозы. И вы хотели бы туда переехать жить? Переехать нет, но побывать там на отдыхе. Попутешествовать. А как вы думаете, чем люди занимаются зимой? Ну, думаю, дрова рубят, готовятся как-то, чтобы не замерзнуть. Не знаю, может скот, олени, на оленях катаются. Не знаю точно. Охотятся, хозяйство свое держат. Дрова, как Макс сказал. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Матюс. Я хочу спросить, вы знаете Якутию? Да, знаем. Знаем, нас слышно как бы от друзей, знакомых. И когда вы слушаете Якутию, какой у вас первая мысль? Ну, получается, там происходит золото добыча, снег идет, красивая природа, красивые ландшафты. И вы хотели бы туда переехать? Ну, честно, даже, я застаюсь на этот вопрос как бы ответить. Я планировал как бы вообще поехать в город Санкт-Петербург, но в дальнейшем как бы я не знаю, как все произойдет, как, ну, что будет дальше. Будем надеяться на то, что, возможно, где-то когда-то в будущем придется туда поехать. И как вы думаете, что люди, ну, чем они занимаются зимой? Ну, не знаю, ну, вот как у нас, да, зимой, допустим, сидят дома, греются за теплой песик, как бы там, ну, вот так вот там, катаются на санках там, вот. Я не знаю, вот честно, я не знаю, чем этим занимаются. Ну, в Якутии люди занимаются, получается, оленеводством, скотоводством, ну, то есть хозяйством. В степях открывают свои стоянки, фермы, и так и живут они. Привет, девушка. Привет. Меня зовут Матюс. Меня Алена очень приятно. Очень приятно. Ты знаешь Якутию? Да, да. А когда, ну, слушаешь про Якутию, какой у тебя первые мысли? Не Кутя, это снег и холодно. Первые мысли. И ты хотела бы туда, ну, переехать или жить? Ну, честно, наверное, нет, потому что я очень люблю тепло. Я люблю, мне даже в Владивостоке очень холодно, и мне бы хотелось вот ходить сюда в пальто, была бы плюсовая температура, как сейчас, сейчас очень тепло, согласись. Да, 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 да. Вот, я бы хотела больше, наверное, в теплом климате жить. А только посмотреть? А посмотреть, да, конечно, мне было бы интересно съездить. Я там ни разу не была, хотела бы, конечно, побывать, попутешествовать. Ну, я советую, да, тогда я советую. Привет, друг. Привет. Меня зовут Матюс. Матюс. Хорошо. Я хочу спросить, ну, ты знаешь Якутию? Якутия? Да. Ну, я слышал, но не очень так знаю. Ага. Ну, когда, ну, слышаешь про Якутию, какой у тебя, ну, первые мысли? Первые мысли? Очень холодно, ну, там. Ну, еще как, рыба почему-то у меня ассоциируется, рыба. Ну, так себе, все. И, ну, когда, ну, ты хотела бы, ну, туда переехать? Переехать, вжить. Да. Именно. Ну, жить мне не хочется, потому что мне здесь нравится, но хотелось бы пойти, путешествовать и посмотреть, как там вообще жизнь. Ага. Интересно это все. И, ну, как думаешь, что люди, ну, занимаются и чем они занимаются, ну, зимой? В Якутии там, ну, честно говоря, не знаю. Наверное, они все там охотничают и рыбачат, рыболовство там. Ну, а так, честно говоря, не знаю, что там они делают. Привет, ребята. Привет. Здравствуйте. Я хочу спросить, вы знаете Якутию? Якутию, да, это республика. Якутская республика у нас в России. А, ну, когда, ну, вы слушаете про Якутию, какой у вас первые мысли? Сильно холодно. Да, сильно холодно, да. Ну, вы хотели бы туда переехать. Ну, вообще, моя родня из Якутии, я, ну, как бы, мой дедушка оттуда и бабушка, так что я, можно сказать, оттуда, поэтому я бы там хотел бы побыть. Ну, по крайней мере, хотя бы посетить. Ну, посетить надо, да, да. О чем, ну, люди занимаются зимой? Ну, охотятся на охоту в любом случае. Честно, настоящий мужик сразу видит на охоту и рыбалка. Люди катаются на оленях и охотятся на оленей. Я считаю так. Не логично. Да. Ну, хорошо, спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Матюс. А вы знаете Якутию? Якутию? Я знаю Якутию. Там есть у меня родственники. Ну, когда вы слышите про Якутию, какой у вас первый мысль? Якутия, тундра, мамонт, вечная мерзлота. Вы хотели бы туда переехать жить? Не уверена. Мне кажется, там очень холодно для меня. И как вы думаете, чем люди занимаются зимой? Зимой? Ну, я думаю, они катаются на оленях, ходят на работу и добывают золото с алмазами. Ну, спасибо большое. Привет, девушки. Привет. А вы знаете Якутию? Да. И когда вы слышите про Якутию, какие у вас первые мысли? Холод. Холод, да. Очень холодно. Бурят, наверное, не знаю. И вы хотели бы туда переехать? Ну, побывать, да, а жить надо посмотреть. Вы думаете, о чем люди занимаются зимой? Я думаю, люди там разводят животных, занимаются, может быть, оленеводством, что-то из этого разряда. Может, какие-нибудь экскурсии, кстати, делают. Ну, вот, как, ну, чтобы устраивать прокат на, типа, прокат, связанный с животными, может, что-то такое там, чтобы их возили, животные. А, как на хаско? Да, как на хаско. А, ну, может быть, может быть. Ну, так все. Спасибо большое. Привет. Привет. А, я хочу спросить, ну, ты знаешь Якутию? Якутию, ну, да. А, и какие у тебя первые мысли, когда слышишь про Якутию? Про Якутию? Наверное, холода, мороз. Вот. А ты хотела бы, ну, туда переехать? Побывать там? Переехать? Ну, я, наверное, нет. Наверное, нет. Ну, как думаешь, чем люди занимаются зимой? Якутии? Якутии? Ну, честно говоря, я там не был, поэтому точно не схожу, но, как мне кажется, это разведение домашних животных, местных пород, вот. Добыча, рыболовство, охота. Ну, сейчас же активно Дальний Восток, какое-то определенное развитие происходит по территории Дальнего Востока, а Якутия входит в эту территорию, вот. Может, промышленность какая-то развивается, местная. Как-то так. Ну, спасибо большое.